Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, долгожданная пятница, очень важный релиз, Non-Farm Perils, статистика по состоянию американского рынка труда. Переоценить значимость этого отсчета невозможно. Сейчас, конечно же, эта статистика имеет даже двойное значение, если не тройное, для рынков, поскольку это не просто индикатор состояния данного сектора американской экономики, это еще, по сути, индикатор будущих решений американского регулятора касательно ключевой процентной ставки, вокруг которой вертится абсолютно все. Все дальнейшие перспективы доллара, американского фондового рынка и рисковых инструментов зависят от того, будет ли принято решение на майском заседании от Федрезерва о том, чтобы повысить ставку на 25 байсных пунктов, либо ФРС все же решит, что на текущем этапе самая лучшая стратегия и тактика – это не делать ничего и сохранить в ожидательную оппозицию. Сегодняшний отчет, который выйдет в 12.30 по GMT, он совпадет еще и со страстной пятницей. Я об этом ранее говорил, что при таких обстоятельствах и в таких условиях волатильности на рынке может превзойти даже средние значения, к которым мы привыкли. Сегодня низколиквидная торговая сессия, тонкий рынок. Но когда на тонком рынке опубликуется очень значимая американская статистика, да и происходит какое-то важное фундаментальное событие, рынок, как правило, раскачивает. Поэтому мое традиционное напутствие перед тем, как мы ждем этот отчет до него еще несколько часов, обязательно контролируйте риски. Риск-менеджмент, загрузка депозитов – это, как и всегда, друзья, правило, которое нужно соблюдать. Это принципиальные вещи, которые нужно иметь в виду перед открытием каждой сделки. Вернемся давайте к индексу доллара. 101.59. Сейчас текущий курс. Я все еще уверен в том, что дальнейшее движение на юг этого инструмента продолжится, и американская валюта очень скоро приблизится к поддержке круглой, психологической, да как угодно можно назвать, 100 пунктов. Точно такую же позицию разделяют и многие инвестиционные банки. У нас есть накопленный бэкграунд перед выходом данных по Nonfarm Perls в виде слабых данных по отчету EDP, который традиционно предваряет Nonfarm, и его часто называют репетицией перед выходом официального релиза. Количество новых рабочих мест по EDP, как вы помните, 145 тысяч. Это ниже, чем прогнозировали эксперты на отметке 200 тысяч. После этого у нас был еще и релиз по первичным заявкам на пособие по безработице. Здесь тоже статистика, которой еще можно придраться. То есть плохие данные, 228 тысяч обращений, это выше прогноза на 28 тысяч. И я много раз вам говорил, что если первичные заявки выходят выше 200 тысяч, это говорит о спаде в секторе, в данном случае секторе труда. В прошлой торговой сессии у нас также были слабые отчеты по дефициту торговли США, которая выросла на 1,5 млрд до 70,5 млрд. И, пожалуй, их нельзя обойти стороной еще релиз АСМ в сфере услуг, который очень сильно просел с 55,1 до 51,2. Я думаю, что еще один отчет в таком формате, и мы увидим, то, что сфера услуг окажется ниже 50 пунктов, и вот тут уже будет прям совсем плохо, потому что уровень 50 отделяет восстановление от стагнации. Ни одного хорошего отчета, друзья. Вот хотелось бы что-то сейчас противопоставить этим данным, сказать, что вот этот вот сектор все же тянет американскую экономику. Но я не могу этого сделать, потому что объективность такова и картина текущая экономическая, что вывод напрашивается только один. Макроэкономическая конъюнтура ухудшается, поэтому параллельно с этим снижается вероятность того, что Федрезерв сможет позволить себе действовать дальше в плане проведения жесткой монетарной политики. На одном из последних выступлений глава американского регулятора Джером Пауэлл ясно дал понять, что прежняя жесткая позиция Федрезерва и постоянная уверенность в том, что ставку нужно повышать и дальше, потому что это верная тактика в текущих условиях для борьбы с инфляцией, его риторика опиралась на сильный рынок труда, когда в экономике по количеству вакансий было больше 10 миллионов, но после последнего отчета Джолс, который вышел на прошлой неделе, мы видели то, что количество вакансий снизилось ниже 10 миллионов. И ДП уже разочаровал, поэтому если сегодня нонфармы подведут, друзья, то вероятность повышения процентной ставки будет стремиться, начнет стремиться к нулю. На текущем этапе до выхода отчета по нонфарм Пауэллс вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов на майском заседании 35%. Даже этого показателя, в принципе, если адекватно рассуждать, недостаточно, чтобы убедить всех тех, кто еще сомневается в том, что ставка будет повышена. 35% это существенно меньше. 65% это как раз те трейдеры, которые считают, что ставка останется на прежнем уровне. Я сохраняю свою прежнюю позицию, я уже долгое время транслирую, что у Федрезерва в текущих условиях нет возможности, чтобы продолжить устачать монетарную политику, поэтому буду следить за сегодняшним релизом нонфарм Пауэллс, заранее ожидая проваленной цифры и то, что индекс доллара перейдет к снижению. Хочу также отметить комментарии представителя регионального отделения ФРБ Федрезерва Лоретта Мейстер, которая буквально еще в начале этой недели транслировала идею того, что уместно повысить ставку на 25 байсных пунктов. Но после выхода слабых EDP и индекса ISM в сфере услуг тоже, который разочаровал, она отказалась, собственно, от своих слов и признала, что в текущих условиях, опять же, американскому регулятору не нужно делать ровным счетом ничего. И, возможно, даже целесообразно начать потихонечку закидывать на рынок идею о том, что уже пришло время, чтобы завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики. В общем, ждем нонфармы. Они выйдут сегодня в 12.30 по GMT. Ожидания, в принципе, озвучены. Если вы согласны с моей точкой зрения и позицией, то присоединяйтесь к коротким позициям по доллару. Золото 2007 долларов за трость к унсу. Разумеется, здесь ждем еще большего роста, продолжение восходящей динамики и последующий тест уже, прошу прощения, 2020-2030 долларов за трость к унсу. Я склонен полагать то, что золото уйдет к своим историческим максимумам в ближайшее время, потому что тому способствует фундаментальный фон. И при текущей уверенности и слабости доллара при поддержке рыночного сантимента действительно путь верха открыт. Европейская валюта 1,0919. Цель максимума до конца текущей торговой сессии – это тест сопротивления 1,10. Вчера вышли данные по промышленному производству Германии. Очень хороший показатель. Рост на 2% против прогноза 0,2%. Все чаще также представители Европейского Центрального банка касаются идеи уместности дальнейшего повышения ключевой процентной ставки европейским регуляторам. В частности, глава Центрального банка Австрии накануне заявил, что целесообразно повысить ставку на 50 байсных пунктов, как мы, собственно, этого и ждали. Глава Центрального банка Словакии также дал понять, что при текущих высоких показателях базовой инфляции сохранение тенденции роста этого показателя уместно действовать в ключе прежнем, то есть, когда Европейский Центральный банк повышал ставку агрессивно на 50 байсных пунктов. Это лично меня убедило в том, что большинство голосующих членов Европейского Центрального банка продолжают, ну, не просто так транслировать ястребиную риторику. Это может быть уже такой предваряющий анонс того, что ставка действительно будет повышена. Но об этом я много раз уже говорил. Надеюсь, что вы приняли правильное торговое решение и вместе со мной сейчас находитесь в длинных позициях. До отметки 1.10 остается совсем чуть-чуть. И по ряду других инвестидей. Австралийцы против доллара 0.6682 по-прежнему ждем восходящего движения. При условии слабости доллара мы получим сегодня еще один прострел вверх, который поможет нам приблизиться к нашей цели на отметке 0.68 потенциально даже повыше. И доллар канадец 1.3486 текущей котировки. Вчера вышел сильный отчет по рынку труда. Уровень безработицы остался на отметке 5%. Прогноз был на уровне 5.1%. Количество новых рабочих мест, созданных в экономике, составило 35 тысяч. Это в три раза лучше, чем ожидали эксперты. При высоких ценах на нефть и потенциально слабом долларе, думаю, что доллар канадец это очень перспективная сделка на развитие медвежьей динамики и на снижение еще на пару-тройку фигур. Ждем предварительно пару USD-ката на отметке 1.33. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!